То, что я сейчас проделаю, я проделаю первый и последний раз. Все люди, которые смотрели предыдущее интервью человека, который отказался после обмена ехать на территорию контролируемой Украины, могут не смотреть, если они доверяют мне или они в курсе того, что происходит у меня на канале. На канале у меня следующие правила. Все интервью, которые берут мои люди, практически все, 99%, я обрезаю голос человека, который интервьюирует. Почему? Вот у меня периодически появляются комментарии на канале. И они всегда удаляются вместе с пользователем. Эти комментарии или матерного содержания, или же угрозы в адрес тех, кто, собственно, работает там, на Донбассе, кто снимает видео, кто берет интервью. Почему так происходит? Ну, я не знаю, мне непонятна логика животных. Я сейчас оскорбил, кстати, не людей, а животных, сравнивая их с вот этими. Поэтому я никогда не буду светить и подставлять своих людей, потому что животные непредсказуемы. Так было и так будет. А кто этого не понимает, или там начинает писать, что вот все вырвано из контекста, вырезана куча и тому подобное, ну, с ними будем просто прощаться. Просто прощаться. А сейчас я делаю то, что я делаю. Я выставляю это видео, без голоса, естественно, потому что я не собираюсь в угоду кому-то подставлять своих людей. Но, может быть, кто-то умеет читать по губам. И во всяком случае я покажу, что ничего не вырвано из контекста. Ничего не обрезано. Смотрите. Я не служил, я гражданский. Я работал в городе Киеве, ну и приехал домой, в город. Ну и выезжал потом в Артемовск, чтобы с карточки с наденей. И меня, наверное, просто взяли, ну, за попадание в пособничество в ВСР. Ну, наверное, но он же его не знает. Нет. Все месяца. Ну, у них много чего поменялось, они много чего увидели. Как бы, ну, знаете, говорить – это одно, а мыслить – это другое. Мы общаемся, да, и все шокированы всем происходящим. То есть, как бы, ну, люди поняли, что, ну, не все так, как им рассказывали на стороне Украины. Как по телевизору показывают там. Там уже, это уже, там новости смотрю одни, а когда приехал, я видел совсем другое. Нет, ну, как я могу быть настроен против ДНР, если, во-первых, я житель Донецкого областа. Это моя родина, но я не могу быть против. Я нейтралитет. Я не могу сказать, что я там и там, и здесь. Ну, и сняли. Ну, и вот, обменный, и я отказался. Да, кто отказывается, я отказывался. Ну, а мне, как бы, ну, и все равно, как-то национально. Ну, а с другой стороны, все прекрасно понимали. Ну, это же мой дом. А их тоже. Нет. Ну, потому что... Были, были такие. Я не знаю, ну, как бы, ну, на ихнем бы месте, я точно не поехал бы. Увидел, ну, когда все вот, увидеть своими глазами, вот, я просто, как человек гражданский, я не военный. Ну, а я задавал вопросы, почему так, почему так. Ну, и некоторые адекватные люди, они понимают, да, ну, да, мы понимаем, что там какие-то преступные приказы нам приходилось выполнять, потому что мы просто не знали людей. Я же говорил, что картинка одна, а приехал сюда, люди увидели совсем другое. То есть, как бы так, они понимают, что их просто как пушечное мясо полкали. Ну, как они могут здесь остаться? У них там же семьи, они же... Да, все хотят домой, они устали от всего, и как бы они... И у них же там же приказ, их же мобилизуют, это же не контрактники там, не... А они... Ну, кто-то там за батальона, по-моему, был, а также же все высоко... Там волонтеры этим занимались, как бы... Да, и мыло, и там, станки, там, зубные пасты, там, и мед, там, ну, так вот... Сигареты, чай, да, то есть через волонтеров. По-моему, Кудинов привезли, если я не ошибаюсь. Та не, ну, чё, у нас в форме здесь два раза в день, то есть... Нормально тоже приходит врач, то есть, у кого какие жалобы, как-то все в этом плане нормально. Я не могу не дали, ну, я и повода не дам, мы, как бы... Совсем другая ситуация. По-моему, отдам, ну, чё, ну, все же люди. Это ругались только по бытовому почему-то, а как бы так... Ну, о том, что правительство в Украине, ну, неправильно делает. Ну, так, не снят в мягкой форме, ну, я говорю, а чё я должен молчать? Вот я вижу своими глазами, и я объясняю, вот я вижу так, так и так. Я говорю, как видите вы, откройте глаза, или вы не хотите правду? Ну, правде смотреть на глаза. Были такие ситуации, конечно, но они происходят. Нет, а чего драться, ну, это... Ну, был у нас телефон, по записи там, пять человек в день звонили. Да, по очереди, всё по очереди, то есть... Да, ну, пять минут хватит, а... Нет, да, то есть в этом плане нормально, что просто некие знали, что... Нет, здесь никто ничего... Это вот... По-первых, там где-то их там берут, там... Да, да. А здесь и такого нет. И... То есть я... И... Я тоже говорил, что по-любому те люди, которые поменяются на Украину, потом они будут договорить, ну, там... Вы там говорите, что вас там били, вас там это... Я говорю, пацаны, ну, это ж правда, ну, вас же ж никто не бил. Говорят, а нет, ну чё, у нас действительно... Били только поначалу, там где-то что-то... Ну, без... А это, ну, как бы ещё... А здесь нет, здесь никто никого не бьёт, и это факт. А в руках было? Да. Да. Ну, да. На автобусе. Ну, сейчас мама за мной приедет, а я поеду. Не знаю. Жду их тоже. Я токарь вообще по профессии. Я работал в Борловке на заводе. Ну, а потом уехал в Киев и там на заводе работал. Ну, там я следственная работа. То есть, как бы, профессии есть. Ну, сейчас отдохну немного и буду искать работу. Других вариантов просто нет. Для меня... Я ж приехал зачем домой? Чтобы вернуться опять на Украину? Нет, я приехал домой. То есть, я... Я сам на начало... Можно было, ну, как бы, понимаете... Злиться? Ну, а что току, если буду злиться? Ну, от этого же... Ни холодно, ни жарко никому, кроме как самому мне. Сам себе буду нервировать. Я все это списываю на то, что... Ну, положение такое. Понять можно. Как бы, я... Мать должна сегодня приехать. У меня мама всегда живет. То есть, понимаете, все, мать приезжает, и ты свободен. Ну, я живу получал еще в 96-м году. В Крыминске. Где именно в Крыминском районе? В Крыминском районе, ну, это окраина, ну, это Калиновка. Ну, что... Я тоже задавал вопрос, почему... Я говорю, я не военный, объясните, вы военный, объясните мне. Вот у меня дочь живет в Никитовке, в Горловке. Я говорю, почему стреляют туда, где нет ополченцев? В Никитовке, по большому счету, их нет. Я приехал, увидел своими глазами. Я говорю, почему стреляют туда? Почему все так происходит? Я говорю, ну... Вы тут выясняете, кто из вас круче. Это я понимаю. Зачем надо стрелять туда, там, где нет ополченцев? Объясните мне. Ну, то есть, мне никто ничего не может толком объяснить. Они же военные, они же знают же, как это все происходит. Ну, я жил... Ну, было где-то месяц, может быть, когда тут сильно бомбили. Бомбят. А я говорю, это что? Ну, стреляют? Нет. Говорят, это приходит. Я говорю, да, где ложится, а где уходит. То есть... Ну, люди военные не знают. Они знают, что приходят. То есть, говорят, вот, приходят. И я говорю, где-то, видно, не совсем далеко. Потому что слышно выстрел, а потом ложится. То есть, они в курсе. Ну, военные люди, ну что ж. Ну, не все. Я говорю, не все. Есть люди, которые утверждают. Есть, которые... В быстрее бы это все закончилось, и все. То есть, как бы... Не понятно. В плену нет. Ну, как бы, это самое... Ну, если они нормальные люди... Он побывал в плену, он не пойдет воевать, как бы... Ну, я понимаю, что... Или садись в тюрьму, или иди, и то... Им говорят... Есть некоторые, говорят... Мы едем, там, типа, на учения. Там, ну, там, постоите. А их раз, там, к дубальцам закинули. И все. То есть, а их, там, разбили. Все вот так. Я бы сказал тебе спасибо, что, слава Богу, остались живы. Только вы правду там бы сказали бы. Люди хотя бы понимали. Все надо это или прекратить, или ели. Да, я же говорил с самого начала. Если будет такая ситуация, я остаюсь. То есть, я не еду. Ну, и никто ничего не может мне сказать. Более хорошее гражданство, я же не понимаю. То есть, как бы, в этом плане... Ну, да. Я для них ничего плохого не сделал, как бы. Я не сепаратист, я обыкновенный нормальный человек. То есть, ну, как таковой агрессии не было. Хоть и отсюда, хоть, как бы, это... Я же не говорю, там, то вы не правы, там, ополченцы правы, или вы правы, ополченцы не правы, нет. Я то, что вижу правую, я так и говорю. Ну, то есть, в этом плане... ... ... ... ...